Итак, маленькие любители сторис, всем доброе воскресное утро! Значит, сегодняшний наш с вами день пройдет достаточно интересно. Сейчас расскажу, почему. Сейчас расскажу. Многие меня спрашивают, зачем на Хайлаксе такая резина? Ну, для тех, кто не знает, это так называемые грязевые муды. Муды поэтому, не потому что я такой матерщинник. Должен заметить, что на самом деле на них вполне комфортно ездить по асфальту. То есть, они не шумные, реально. Но основное их все-таки предназначение, это месить грязь. И именно сегодня наилучший день, чтобы этим заняться. Именно сегодня мы поедем попробовать вообще первый раз, что такое грязь и как ее месить на полном привыке. Для меня это нереально новый опыт. Я прям с удовольствием уже хочу врываться. Сейчас вот придет Слава с резиновыми сапогами. И мы поедем куда-то там в Коробово и поедем через какой-то лес. И вот чем будем пробовать на прочность Хайлакс и пробовать на прочность себя. Всегда, на самом деле, считал это какой-то пенсионерской историей. И никогда для себя, собственно говоря, ее не открывал. Но вот сейчас, мне кажется, самое время. Возраст все-таки, знаете, сами понимаете. Ладно, шутка. На самом деле, просто интересно. И всех людей, которые занимаются такими вот грязевыми оффроудными штуками, естественно, я представлял с бородой. Так как своей бороды у меня нету, то попробуем, попробуем затюнется вот так. Ну что, я похож на настоящий. Короче, у меня есть более-менее теплые носки. Есть кроссовки, есть штаны, которые не жалко испачкать. Сапоги мне сейчас вынесет Слава. Есть и грязевая шина, есть полноприводный внедорожник. И есть, черт возьми, борода. И мы сегодня едем покорять бездорожье. Настроение отличное, на самом деле. Слава! Слава, как ты считаешь, у нас сегодня нормальное приключение закончится? Мы такие пока на позитиве. То есть, оно может и хорошо закончится, правда? А может и... Поэтому ты оделся как следует. Колеса будем спускать. Ну что, мы собрались с нашей небольшой, но дружной компанией. Лех, где все остальные, Лех? Спят. Опаздывают, суки. Спят. Короче, мы сейчас едем по какой-то просеке через газопровод, а потом на карьер. К Володарскому. Постараюсь вам, конечно, побольше снимать. Ну вот, приехали уже на место встречи. Вот сейчас, короче, выдвигаемся. Честно говоря, такие прикольные эмоции, так интересно это все. Ну дайте мне снять Explorer, который едет полком. Блин, то сейчас нахуй будет, едем полком. Ну я-то не останавливаюсь, у меня все гребет. Леха, Андерстир, блин. Блин, мне смешно. Почему мне так смешно? Ну и что? На самом деле, это я не специально так припарковался. Это вот так вот боком я практически проехал весь этот участок. Грязь очень жидкая, зацепа мало. Пока еще все нормально, дорога еще так выглядит на самом деле не очень зло, но... Но все равно уже. Добрались до первой контрольной точки. На самом деле, ребят, грязь здесь очень даже бодрая. У тебя резины сапоги есть? У меня резины сапоги есть. О, нифига себе, смотри, как шипа садилась. Вообще. Может быть, кому-то из профессиональных джиперов кажется смешным, то, что мы сейчас снимаем, тут показываем. Но на самом деле вы поймите, что мы асфальтовый ребят, точнее я вообще асфальтовый парень, мы здесь первый раз в таком прямом смысле говне. Слава решил вспомнить наши дрифтерские лета, так сказать, этапы, и спустить задние покрышки. Слав, на 06 поедем, как с Калабатой. Замыливается охренеть вообще. Впереди, как сказал Леха, безрадостная картина, поэтому решили пройтись пешочком, посмотреть, что там впереди вообще, реально ли проехать. Нас просто всего двое, и стрёмно будет, конечно, застрять. Хотя нет, будет на самом деле прикольно. Не знаю, насколько видно камерой, но глубина колеи достаточно уже большая, и Леха вон пошёл вперёд её мерить ногами. Всё-таки у нас гражданская техника, поэтому не рискуем. Короче, я жалуюсь, что нам слишком легко удалось, пока мы первый спецучасток проехали. Лёха говорит, что грань между слишком легко, и блядь, нахера мы это сделали? Она очень тонкая, да, Лёха? Да, 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 совершенно верно. Поэтому то, что мы вернулись. Лёха залезает, мы уже проехали. Ну, мы наконец-то приехали к самому интересному. Блин, к сожалению, камера не передаёт. То, что вот здесь вот у нас обрыв, и вот здесь вот единственная колея, по которой впустится. И вот здесь тоже обрыв. Мы готовы. Друзья, ну мы уже в такой конкретный замес заехали. Я самые такие жёсткие штуки не снимаю, потому что некогда, потому что рулю. Но выглядит это всё очень даже сурово. Лёха даже не сунулся. Лёха где-то там. Там. Отключил все системы пониженную, и, соответственно, заблокировал задний межосевой дифференциал. И вот впереди такой прям уже конкретный брод. Сейчас будем его преодолевать. Пожелайте нам удачи. Слава. Покоряет без дорожек. Блин, к сожалению, телефон вообще не передаёт крутизну подъёма, но на самом деле он очень крут. Левее. Приоткрояк, ну чтобы... В общем, вот горизонт. Вот такой подъём. Понятно? Короче, к нам тут присоединились ремесные ребята на подготовленных спортажах и мадриках. Здесь, в принципе, всё разглазили. Дорожная трасса, вот это вот всё. Поедем. Ну, у нас первые приключения. Лёха сел на брюхо. А, объезжать? Слушай, а меня на него не стащат? Блять. А как вы, ребята, отмечаете День Автомобилиста? Вот так мы отмечаем. Всё, вон, сейчас Лёха будет цепляться, и мы его будем вытаскивать. А мы вот здесь объехали. Вот здесь. О, пружины. Лёха, я беру пружину. Давай, Слава. Блин, не знаю, вот здесь хоть передастся крутизна. Равняй. Равняй. Отпускай тормоз. Вот это стиль. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у. Круто. Ребята, я заспамил, но ссори. Я извиняюсь, что сегодня заспамил, конечно, но просто очень много впечатлений, эмоций. Вообще нам очень понравилось. И круто, что вот можно на гражданской машине совмещать вот такие дорожные, внедорожные приключения. Вообще супер эмоции. Сейчас я пытаюсь спуститься по этой же горке. Если кто-то не понял, почему у Хайлакса были заблокированы колеса, когда включаешь пониженную передачу и блокируешь задний межколесный дифференциал, то ОБС тоже отключается. То есть позволяет максимально чувствовать машину правильно. Так, позволит ли мне видео снять все эмоции, которые испытываешь, когда просто капотом ложишься в грязь. На капоте грязь. Сейчас мы уже усложняем себе задание. Типа должны остановиться и плавно подняться. Прям на горе встать? Вот так встать? Поднимайся.